Я тебя предупреждаю! Выйдите из класса! Да это математичка, она сумасшедшая! Чё за стелли? Как мы собрались писать? Друзья, в последнее время большое количество людей смотрят наши ролики без подписки. Поэтому, если ты ещё не подписан на канал, пожалуйста, подпишись. Приятного просмотра! Ну и что ты будешь делать? Уже ничего. Даже не будешь пытаться вернуть её? Мама, она реально превратилась в истеричку. Ну мы девушки бываем иногда немножечко импульсивные. А мне что, терпеть это всё? Поговори с ней. Да я устала оправдываться перед ней. Кто ей цветы подарил? Я догадываюсь, но не хочу в это лезть. Уверен? Да, мама, я уверен, мы больше не вместе. Привет. Я дальше сама пойду. И куда вы шли? Нас Русичка в библиотеку отправила. А она что-то говорила про меня? Русичка? Нет, я про Наташу. Она сказала, что потратила на тебя лучшие годы своей детской жизни. Она серьёзно? Ну да, я ещё сказала, что она вообще не будет с тобой общаться. Что значит, она проведёт замену? Почему мне сообщают об этом в самый последний момент? Здравствуйте, Александра Юрьевна. В класс, быстро. И вы считаете, что это нормально так поступать после всего, что произошло? Саш, что произошло? А ты будешь с Наташей мириться? Ясно всё с тобой. Так ты ответишь на вопрос? Да что ты хочешь? Понимаешь, если ты с ней помиришься, то она будет мутеть с кем-то другим. Уже мутеть. В смысле? Но ей кто-то цветы подарил. Эээ, кто? Ты видел? Нет, я не хотела лезть в это. Ну и правильно, пусть она вообще переводится в другой класс. И почему? Потому что она уже тут всех достала. Что нам делать с математикой? Чтобы Германа старостной сделали. А что у нас с математикой? У нас сегодня самостоятельно. Или ты не знала? А Дима теперь ничего знать не будет. Мы шерши Наташа, всё помогала. Есть у кого-то идеи, как нам списать? Ну, мы можем сорвать урок. И как нам это сделать? Нам не нужно сорвать урок. Что? Я вам помогу самостоятельно. В смысле? И как ты нам поможешь? Я её писала на прошлом уроке. А это значит, что я знаю, какие вопросы там будут. Что вообще, друг, такое милосердие в сторону нашего класса? Сегодня я помогаю вам, а завтра вы мне поможете. И как мы должны будем тебе помочь? Да забейте, пофиг, что будет завтра. Нам главное списать самостоятельно. И как вы собрались списывать? И тебе здравствуй. А чего это ты приперлась в наш класс? А я и не к тебе пришла. Дима, выведи свою девушку. Она не моя девушка. А вы что? Ещё не успели замутить? Я в отличие от некоторых с отношения в отношения не прыгаю. Это ты сейчас на меня намекаешь? Но не мне же цветы дарятся углы. Ты хоть знаешь, кто мне их подарил? Догадываюсь. Ну вот если не знаешь, то не нужно фантазировать, окей? Нет, не окей. Если вы собрались сейчас здесь устроить разборки своего любовного треугольника, то нам это не интересно. Спасибо, Полина. А ответы точно правильные? У нашего класса почти у всех хорошие оценки. Тебе теперь будет помогать Полина, да? Тебя это уже не касается. Я вообще-то старостая. Я надеюсь, ты помнишь об этом. Ты мне угрожаешь? Я тебя предупреждаю. Наташа, отвали ты уже, Дима. Лучше займи своей учёбой и жизнь. Закрежу, х**пуй пункт. Сама ты пункт. Так, а ну-ка сели все по местам. Чё стоим? Как не зайду, вечно у них что-то происходит. Александра Юрьевна, у вас что-то случилось? Да, ваш учитель математики заболел. А чё вы урокаете? Это значит, что самостоятельной не будет? Нет, Саша, самостоятельную никто не отменял. Вы у нас проведёте? Нет, хуже. А кто? Рудовик? Софья Андреевна проведёт у вас самостоятельную. Что? Что? Уже не так весело, да? А какого х**а она у нас будет проводить эту самостоятельную работу? Её же отстранили от нашего класса. Вот и я пыталась добиться правды, но меня никто не слышит. В общем, я пришла не для разборок. Я хочу попросить вас просто посидеть тихо на её уроке, иначе если вы что-то учудите, то начнутся конфликты, а нам это не надо, да, Саша? А я что? Я надеюсь, что весь класс меня услышал, Наташа. Да, всё будет хорошо, Александра Юрьевна. Ты как староста ответственна за дисциплину. Что уже, снова запугиваете детей много? Не запугиваю, а прошу их войти в положение и не доводить вас до нервных срывов. Ваш класс довёл меня до нервных срывов ещё в Новый год. Не мой класс, а ваша образовательная программа. Знаете, с моей образовательной программой всё хорошо было, а вот с вашими детьми я не могу, увы, этого сказать. Они будут вести себя хорошо, и я вас, в свою очередь, прошу проявить к ним должное уважение. Я сама не в восторге от того, что должна с ними проводить самостоятельную. Знаете, здесь никто не в восторге. Восторгия она. Видишь, придумала. Староста кто? Староста я, Наташа. Отсутствующие есть? Отсутствует Малярчук Степанюка Осипенко. Присаживайтесь. Нам нужно как-то забрать ответы у Германа, передавай ему Полина. Пусть кинет нам. Как он нам их кинет? София Андреевна. Слушаю вас, ученик. Можно взять у Германа двойной листочек? А для чего вам двойной листочек? Для самостоятельной. Мы же самостоятельную писать будем, правильно? Самостоятельная будет. Но кто вам сказал, что она будет письменной? Другие классы писали её ещё вчера письменной. Что было у других классов, я не знаю. А я знаю, что будет у нас. Вы что, не слышали, что вам говорила Александра Юрьевна? У меня со слухом всё в порядке, Александр. Вы должны нам провести такую самостоятельную, как была в других классах. Я вам проведу такую самостоятельную, какую проводили в других классах. Только не письменно, а на доске. Вы не имеете на это никакого права. Даша, закрой рот. Как учитель сказал, так и будет. Даша. А что не так? Вы что, хотите сорвать урок или что? Самостоятельная не должна быть у доски. А ты что, ответить не можешь? Зачем ты тогда вообще в школу ходишь? Ты серьёзно? София Андреевна, наш класс готов к самостоятельной у доски. Наталья, я очень рада, что вы как староста сумели договориться со своими одноклассниками. Наташа, ты вообще тупая? Ты пойми, если боишься отвечать, у доски. Мы правильно не сделаем, что расстался с тобой. Ты самая влюблённая д***а. Что? Ты больная? Что происходит? София Андреевна, а Саша хочет первый выйти к доске. Я не хочу. Если так сильно проситесь, будете первым, пожалуйста, к доске. Я не хочу к доске. Это не приглашение, Александр. Я не пойду к доске. Это ваш выбор? Да, вы должны провести нормальную самостоятельную. Я вас услышала. А вы что, оценки в журнал ставите? Ученик, какие-то вопросы? Что вы записываете в журнале? Я ставлю ученику Александру палочку. В смысле? Следующим к доске у нас идёт Дмитрий. А почему я? Потому что вы первый в списке. Вообще-то я второй в списке. Девочки у нас будут отвечать после мальчиков. Вы же джентльмены. При чём здесь это? Отвечать будете или ставить вам палочку в журнал? Буду. Тогда выходите к доске. И что вы мучаете своим зрением доску? Какой ответ? А, ну тут это... Я не слышу ответа. Ваша задача упростить это выражение. Я имею право подумать? Вы имеете право подумать, когда вы изучаете тему. А когда вы выполняете самостоятельную, вы должны решить быстро и правильно. Тогда я не знаю. Тогда зачем ты вышел к доске? Позориться? Нет, отвечать. А я вижу, что позоришься. Садись, двойка. Почему не палочка? Потому что он набрался смелости выйти к доске и опозориться. А ты сиди за партой опозорился. Есть ещё вопросы? Мы Александре Юрьевне пожалуемся. На что пожалуетесь? На то, что вы не подготовились к самостоятельной? А какой человек вообще не уволится в школу? А вам тоже двойка за самостоятельную. А почему не палочка? Саша, закрой рот и хватит пререкаться с учителем. Да иди ты в жопу. Александр, выйдите из класса. Я не буду выходить. Выйдите из класса и приведите сюда вашу классную руководителя. Я сказала, что я не буду выходить. Саша, вышел он из класса и позвал Александру Юрьевну. Тебе хана после этого урока, поняла? София Андреевна, можно, пожалуйста? Нельзя, у нас самостоятельная. А я просто мел хотела взять. Попросите у других классов. Хорошо. Что? Извините, пожалуйста. Так, ладно. Так, пока Александр ведет нам вашего классного руководителя, не будем терять время и продолжим нашу самостоятельную сэм к доске. Я не буду выходить. За бастовку решили устроить? Тогда вам тоже палочка за сегодняшнюю самостоятельную. София Андреевна, можно сесть? Нужно. Спасибо. Наталья, вы готовы отвечать? Да, конечно, София Андреевна. Выходите к доске. Вообще с катушек слетела. Ты что-то сказала? Наталья. Простите, София Андреевна. Запишите уравнение. Два игрек, скобка. Вот, она нам снова палочек понаставляла. София Андреевна, почему вы снова не можете найти общий язык с учениками? А в чем, собственно говоря, дело? Мы с учениками проводим самостоятельную работу. Они не хотят отвечать и совершенно заслуженно получают двойки и единицы. Вы не имеете права давать нам устную самостоятельную. А вы не хотите рассказать своему классному руководителю, как вы выражаетесь во время урока? И Герман, и другие ученики. Александра Юрьевна, вы сами прекрасно знаете, как София Андреевна общается с нами. Мы действительно первые не начинали. Так, Наташа, рассказывай, что произошло? Дима, Саша и Герман, да и, впрочем, все мальчики из класса не были готовы к самостоятельной работе. А на замечание Софии Андреевны они отвечали ей грубо. София Андреевна вела нормальный урок. Ребята просто сорвали его, на что она им поставила соответствующий ответ. Что? Эй, ты что, офигела? Да это Саша себя вел вообще отвратительно и неуважительно ко всему классу. Саша! Да что, она врет! Спасибо вам, Наталья. Да она ей просто ж... пулижет. Саша! Да что? Что? Тревога? С какой стати? Так, не паникуем, сейчас аккуратно собираем свои вещи и без паники, я все узнаю. Это что, сигнал? Вещи собирай. Не паникуем. В смысле? Не останавливаемся, продолжаем собираться и не паниковать. Я вас просила вести себя нормально или нет? Да это математичка, она сумасшедшая. Александра Юрьевна, она правда не от мира сего. Герман, ты-то куда лезешь? У вас парней одни единицы в журнале стоят. Потому что мы их не лизали. Саша! Вы нашли того, кто включил паникную сигнализацию? Директор будет отсматривать камеры и виновника точно найдут. И я сильно надеюсь, что вы в этом никак не замешаны. Так мы с вами в классе стояли. Да от вас черт знает чего ожидать. Александра Юрьевна, это правда не мы были. Так, все, по домам. На исправление ценок у вас есть ровно два дня. И как мы их исправим? Вот Саша знает, как их исправить. В смысле? В прямом. Так, домой быстро, уроков сегодня больше не будет. А на что хочешь? Чтобы мы, как и Наташа, на уроке? Саша, ты дурак. А, ну что она тогда намекает? Как думаете, кто сигналку включил? Наверное, старшеклассники прикольнулись. Что? Мои любимые друзья. Все в сборе. Ты? Че застыли? Иди куда шел. Я, может, сюда шел. Тогда ты не по адресу. Он по адресу. Ты все вещи взял? Ну да. Хороших выходных тебе, Димончик. Серьезно? Она что, с Камраном? Это не гоните. Она наверняка, чтобы Диму позвонить. А если нет? Тогда она реально урок. А если это он сигналку включил? Да не, он слишком низкий. Не дотянулся бы. Дима, ты идешь? Да не, выйдите без меня. Ну как знаешь. Через три минуты я включу пофигную сигнализацию. Школу начнут афакуировать. И таким способом сорву вам самостоятельную. Только смотри, не выйдет мне. Помогла или не успела? Так это ты включила? Я просто хотела тебе помочь. А зачем? Ты вообще знаешь, что директор уже ищет того, кто это сделал? Ну, значит мне влетит по полной программе. Ты серьезно? Ну да и пофиг. Пошли по парку погуляем. В смысле? Ну или домой вместе пойдем. Ты где живешь? Ну... Пошли. Ну... Пошли. Ребят, огромное спасибо за просмотр. Если ты еще не подписан на канал, обязательно подпишись. Новое видео совсем скоро. Пока.